Доброе здоровье, уважаемые посетители канала и случайно забрётшие сюда Чем я занимаюсь? Сегодня у нас воскресенье Время 11 часов 28 минут Я готовлю Видосик по питанию Огромное количество Огромное количество своей жизненной энергии и времени я потратил на то, чтобы всё это изучить для себя применить, сделать и в конце концов написать лучшее, что имеется в питании на основании не собственных размышлений а на основании научных данных а потом, которые были бы подкреплены собственными наблюдениями и так далее Итак, вот смотрите как это происходит Одно дело я надиктовал а другое дело вот я сижу и то есть в центре кишечной полости обитает один вид микроорганизмов а возле стенки другой в районе 12-перстной кишки обитает один вид в точке другой еще ниже третий и так далее к тому же надо то есть я убираю вот эти все лишние пробелы я убираю оговорки свои собственные помнить, что кишечная микрофлора должна быть строго специфична строго строго вот как это происходит как происходит самообучение самого себя это только интеллектуальная работа а еще есть практическая работа непосредственно вот эти знания воплощаются за столом чтобы ты питался так чтобы желудочно-кишечный тракт тебе не выдавал каких-то, знаете, сюрпризов в виде поноса, запора и прочих болей специфично ведь она была выработана и закреплена в течение тысяч лет эволюции человеческого организма таким образом пищеварительные соки микроорганизмы и пища и микроорганизмы и пища и пища создают вот затыкач его надо удалить потом вернуться назад и посмотреть как это читается микроорганизмы и пища создают равную то есть внутреннюю среду которая является частью экологии человека и в итоге самостоятельных изыскания изыскания и обучения на тему питания у меня целый курс целый учебник вобравший вобравший все лучшее что человечество придумало опробовало интернеральная среда организма буферная между внешне воздух почва то есть то что окружает нас и внутренний кровь межтканевая жидкость средами из вышеприведенного становится очевидным что как буферная так и внутренние среды организма в первую очередь зависит от поступающей пищи в первую очередь зависит от от зависит и вот если бы люди которые знаете вот как-то проповедуют усиленно там сыроедение вегетарианство и прочее знали бы вот этот курс они бы уже несколько по-иному отнеслись бы к питанию и так рьяно бы не советовали то есть фанатизм не нужен нужны здравые рассуждения и знания на основе которых уже делается практика от поступки то есть внешней среды отсюда регулировано поступление пищи в организм варьируя качеством и количеством пищи можно добиться удивительных результатов в собственном оздоровлении что бы еще сказать результатов в собственном оздоровлении когда я записывал пришла смс и звук ее записался еще сказал вот с позиции того что я именно вот сейчас последний последний позиции того что я именно вот сейчас последний читая эту книгу еще раз для себя установил что бы еще сказал оздоровление в собственном оздоровлении в собственном оздоровлении что бы еще сказал вот с позиции того читая эту книгу еще раз для себя установил это то что пищеварительная система создана для того чтобы подготовить в собственном оздоровлении читая эту книгу еще раз для себя установил пищеварительная система создана для того чтобы подготовить принятую пищу для усваивания клетками подготовить подготовить то есть то есть из цельного куска принятой там пищи растительной жидкости подготовить с цельного куска из клетками подготовить цельного куска принятой там пищи растительной животной были получены в конце концов такие вещества которые может усвоить клетка и на этом надо и закончить вот это как раз и называется пищеварение вот это как раз и называется пищеварение пищеварительная система подготавливает вот это как раз и называется пищеварение чтобы она была подготавливает принятую пищу подготавливает принятую пищу и переработана клетка то есть это я считаю важно для общего понимания так мы закончили и вот только мы и закончили следующая у нас идет практика практическая рекомендация по нормализации работе желудочно-кишечного тракта может усвоить клетка вот это как раз и называется пищеварение были получены концовка я уже сам сделал заключение подготовить чтобы подготовить себя установил пищеварение в собственном оздоровлении результатов в собственном оздоровлении читая пищеварение количеству пищи можно добиться удивительных результатов в собственном оздоровлении вот эта книжка закончилась ну можно сказать не закончилась книжка а закончилась физиология пищеварения а теперь мои практические рекомендации вот что я и все это многообразие вынес для себя так сказать основной вывод о котором я сейчас вам говорю читая эту книгу еще раз для себя установил пищеварительная система создана для того чтобы подготовить принятую пищу для усваивания клетками подготовить с цельного куска принятой там пищи растительной животной были получены в конце концов такие вещества которые может усвоить клетка вот это как раз и называется пищеварение что я теперь делаю и все это у меня заняло 1 час 58 минут некоторые скажут ой 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 такой длинный такая длинная лекция но если вы хотите хотите разобраться не просто там знаете так галупом по европам а капитально тут еще допомню физиология а капитально хотите разобраться чтобы знаете не было вот такого да так стоп да сюда чтобы у вас не было такого что вот что-то вы знаете а тут только раз какой-то вопрос там как часто кислотность щелочность щелочность кислотность а вот одни говорят закислять а другие говорят защелачивать а что-то непонятно а что же где-то чтобы вы в этом не плавали а четко разбирались во всех вопросах для этого надо получить необходимые знания и вот перед вами сидит простой мужичок так скажем который который начал с этим делом разбираться еще в далекой юности будучи любознательным человеком любивший читать книги и в конце концов все это вылилось в то что я стал именно для себя авторитетом я уже не слушаю какие-то чужие мнения у меня имеется свое мнение основано не просто на знаниях которые вот тут огромное количество полученных кстати дальше еще там пойдет книга на на насколько что-то там книга у нас сейчас я вам скажу насколько эта книга по питанию книга эта книга золотые правила питания вот они авторские учебники так 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 золотые правила питания опачки ну-ка нажмем к ну-ка ну-ка было у бабушки мабы два внука унука унучка ну че ты этот компьютер хреново работает из-за того что он уже стал стал устал то есть я где-то прошел 50 страниц а книга 501 страницу еще многие интересные и важные вещи так вот я стал для сам для себя авторитетом на основании приобретенных знаний на основании их опробования на основании уже знаете своего жизненного опыта я имею свое собственно такое мощное мнение и я не навязываю вам свое мнение и так далее но если вы хотите его иметь свое собственное осваивайте огромное количество сейчас знаний как хороших так и разного ерунды болтается по интернету ну плюс и книги книги правда сейчас особо никто не читает но тем не менее так вот я затрачу огромное количество своего собственного времени для того чтобы быть независимым от чего либо мнения и быть независимым от чьих либо знаете как бы сказать финансовых что ли возможностей чтобы у меня что-то было свое на что я мог жить и заниматься тем чем мне нравится и вот свой собственный жизненный опыт мне продемонстрировал как это происходит все это все это богатство выложено на спонсорской подписке чтобы вы понимали что все имеет свою цену в некоторых случаях это деньги а в основном это ваша собственно жизненная энергия и ваше собственное время которое вы тратите на самообучение на самооздоровление на самовоспитание на самопроцветание это Продолжение следует...